Девушки отдыхают Пролетая над территорией Советского Союза, американский космический корабль «Спейс Шаттл» резко снизил свою орбиту, а затем вновь набрал высоту. Странный маневр мог быть вызван технической неисправностью на борту. Таковы были выводы специалистов. Но комментарии Министерства обороны США всерьез обеспокоили советское руководство. «Спейс Шаттл» отрабатывал маневр, названный нырком в атмосферу. Было такое мнение, что на орбите 300-250 километров он может иметь ядерный запас и, совершив так называемый нырок над Москвой или где-нибудь, сделать, в общем-то, обезоружить всю нашу противоракетную систему. Несмотря на скептическое отношение военных специалистов к технической возможности такого способа ядерной бомбардировки из космоса, советское руководство приняло решение об ускорении запуска собственного космического бомбардировщика «Ура». Мы расценивали американский Шаттл, в основном, как имеющий военное значение. Тогда наша правительство просто испугалась, ну, так, можно сказать, испугалась. Не очень разбираясь в деталях, они решили, что он может пролететь в любой момент над Москвой и сбросить, что хочет, на Москву. Заявление министра обороны США было частью хорошо продуманной системы дезинформации, которая сама по себе может стать грозным оружием. Это оружие невозможно увидеть. Его боевые характеристики имеют лишь приблизительные параметры. Тем не менее, военные специалисты всерьез считают его оружием массового поражения 21 века. Любого из нас в ясном уме и твердой памяти можно заставить делать то, о чем еще вчера мы бы не задумались, с помощью информационного оружия. Для поражения цели ему не нужны ни хитроумные излучатели, ни психотропные вещества. У этого оружия нет единого конструктора, но каждый из нас либо солдат, либо жертва информационной войны. Информационное оружие может превращать поражение в победу и сокрушать империи, но оно же может спасать человеческие жизни. И сегодня наш фильм именно об этом. Невидимая война. 11 февраля 1945 года. Ялта. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль после заседания Большой Тройки Великих Ержав заявил министру иностранных дел Энтони Идону, что Англия во внешней политике потерпела полная фиаско, и поэтому настал черед немыслимым. 22 мая немыслимое осуществилось на бумаге. Именно так назывался детальный план превентивной войны против Советского Союза, который был представлен Черчиллю штабом военного командования. Была указана даже дата начала наступления англо-американских войск. 1 июля. К боевым действиям предполагалось привлечь 10 нацистских дивизий. Совершенно секретно. 22 мая 1945 года. Лондон. Даунинг-стрит. Премьер-министру Объединенного Королевства Великобритании Уинстону Черчиллю. Общеполитическая цель операции немыслимой – навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской империи. Единственный для нас способ добиться цели в определенном и долгосрочном плане – это победа в тотальной войне. Фельдмаршал имперского генерального штаба Алан Брук. Но две недели спустя, 8 июня, был отдан приказ о прекращении подготовки новой войны. К удивлению Черчилля, план операции «Немыслимые» не нашел понимания у нового президента США Гарри Трумэна. На 16 июля были назначены испытания первой атомной бомбы. Оказалось, Соединенным Штатам уже не были нужны союзники в привычном понимании. Годом позже уже бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль все же объявил войну СССР. Черчилль призывал опустить железный занавес между коммунизмом и всем цивилизованным миром. Объявленная им война позже была названа «холодной». Успехи коммунизма, международного коммунизма были впечатляющие. И влияние коммунистических партий во многих странах было почти доминирующим. Тогда руководство Соединенных Штатов Америки рассчитывало только на один беспроигрышный способ борьбы с коммунизмом. Каждый год в Пентагоне обновлялись планы нападения на Советский Союз с точным перечнем городов, которые должны были подвергнуться атомной бомбардировке. Назначались и многократно переносились даты этого нападения. В самой Америке комиссия сенатора Маккарти без устали изыскивала общественных деятелей, заподозренных в симпатиях коммунизму. 22 мая 1949 года министр обороны США Джеймс Форестелл, услышав на улице звук пожарной сирены, заявил, что это грохот русских танков и с криком «Русские идут!» выпрыгнул из окна небоскреба, обессмертив эту фразу. Антисоветская истерия в то время принимала действительно патологические формы и соблазн покончить с коммунизмом, массированным ядерным ударом был очень велик. Но 29 августа того же года остудило многие горячие головы. Советский Союз успешно испытал собственную атомную бомбу. И тогда руководство США решило внимательнее отнестись к настойчивым предложениям группы психологов Гарвардского университета, которые утверждали, что могут создать новое, сверхмощное и невидимое оружие. На головы советских людей предлагалось обрушить убийственные боезаряды в форме информационных потоков. Конструкторами нового оружия должны были стать математики и психологи, а их конструкторскими бюро – таинственные фабрики мыслей. Первой опытной площадкой по созданию информационного оружия стала небольшая фирма из Калифорнии «Рент Корпорейшн». Подписав контракт на ежегодное финансирование компании в размере 3 миллионов долларов, руководитель «Рент» Альберт Уолстеттер на основе методов математического анализа стал рассчитывать оптимальные способы информационного воздействия на сознание советских людей. Совершенно секретно. 7 апреля 1950 года. Вашингтон. Директивы Совета национальной безопасности, номер 68. Нам нужно разработать методы экономической, политической и психологической войны с Советским Союзом. Мы должны руководить строительством политической и экономической системы свободного мира. Совершенно очевидно, что будет более эффективным, если эти изменения явятся результатом действия внутренних сил советского общества. Президент США Гарри Трумэн. За полгода до появления этой директивы, в оккупированном американскими войсками Мюнхене, начала работу загадочная лаборатория специалистов Гарвардского университета под руководством Натана Лейтиса. Они задались целью изучить психологию советских людей и найти способы деструктивного влияния на массовое сознание. Суть Гарвардского проекта состоит в привлечении большого количества людей, которые в силу разных причин являются подходящим материалом для того, чтобы создавать брожение в обществе. В Мюнхенской лаборатории стали появляться бывшие советские граждане, которых в Западной Германии после войны осталось не менее 250 тысяч. Испытуемые подвергались хитроумным тестам. Гарвардским специалистам предстояло понять загадочную русскую душу. После четырех лет работы, в 13 тысяч интервью, выводы ученых просто изумили американское руководство. Неожиданно для исследователей оказалось, что все эти люди весьма доброжелательно, с большим вдохновением относятся к успехам, достижениям советской власти. То есть они несут в себе совершенно другие нравственно-ценностные установки. Почти никто из испытуемых даже в мыслях не допускал возможности работы против своей страны. По итогам работы гарвардскими психологами была составлена обширная программа информационной войны с Советским Союзом. Искусство спецпропаганды предлагалось превратить в неотъемлемую часть военной науки. Во время войны способ доставки информационного боезаряда к цели приобретает сугубо военную форму. Вот так, например, выглядел английский агит-снаряд во время Первой мировой войны. Он начинен листовками, которые после выстрела рассыпались над окопами противника. В разгар холодной войны самым эффективным средством доставки программ взлома массового сознания стали радиостанции. В 1950 году финансируемые США радиостанции «Свобода» и «Голос Америки» стали на некоторое время впрямую подконтрольны спецслужбам страны. Повод торопиться был. В небе над Кореей впервые столкнулись в бою советские и американские пилоты. По мнению советского правительства, для граждан страны участие в Корейской войне советских летчиков должно было оставаться тайным. Но только не для тех, кто слушал «Свободу» и «Голос Америки». Для того, чтобы заглушить западные радиоголоса, во всех крупных городах Советского Союза развернулось строительство установок глушения. Люди с интересом слушали зарубежные радиостанции. Там, конечно, давалась дозированная информация и новостная, давалась информация, которая заворачивала все эти новости в определенные, так сказать, все-таки идеологические установки. Утром 4 октября 1957 года президент США Дуайт Эзенхауэр вошел в зал заседания Конгресса. Ему предстояло отчитываться за второй «Перл-Харбор». Такими заголовками встретила американская пресса сообщение о полете первого искусственного спутника Земли. И самым страшным было даже не то, что спутник Советский. Удар усиливался пониманием того, что ракета-носитель Р-7 может беспрепятственно достигнуть территории США. Неделю спустя, признав недостаточность влияния ученых на решения американского правительства, президент Эзенхауэр подписал указ о создании управления перспективного планирования научно-исследовательских работ. Отныне сотрудничество с «Фабрикой мыслей» стало постоянной составляющей работы государственной машины США. Искусство, оно родилось не в 20 веке, оно родилось давным-давно. Еще Сун Цзи говорил, что тот, кто владеет информацией, тот владеет и правит миром. Поиск пропагандистских инструментов в конечном счете привел к появлению новой науки – социальной психологии. Искусство создания программ управления толпой основывалось на теории информационных вирусов как специфического инструмента ведения войны. Информационный вирус – это скрытая программа, приводящая к дезориентации массового сознания. Эти вирусы создаются как набор очевидных умозаключений. Преподносимые в определенной комбинации, они приводят к неожиданным результатам. Для сознания советских людей информационный вирус описывался несложной формулой. В плохой жизни виноваты коммунисты, но коммунисты строят новую Российскую империю. Значит, чтобы жить по-человечески, надо избавиться и от коммунистов, и от великой державы. А значит, во всем виноваты русские. Звучит дико, но эта пропагандистская модель была принята на вооружение. Более того, 17 июня 1959 года в США был принят закон о порабощенных народах. На территории СССР конгрессмены насчитали 22 порабощенных народа. Соответственно, на 22 государства и должна быть расчленена коммунистическая империя. Кроме того, специальная резолюция Конгресса обязывала американских президентов ежегодно третью неделю июля провозглашать недели порабощенных народов. В начале 60-х годов в Советский Союз из американской командировки вернулась группа советских стажеров-аспирантов. Место стажировки – Колумбийский университет. Одного из аспирантов, Олега Калугина, вызвали для неприятной беседы в Комитет государственной безопасности. Ему были предъявлены фотографии, на которых советский стажер был запечатлен в компании сотрудников ЦРУ. Но для будущего генерала КГБ дело окончилось легким испугом. Существовало специальное управление в Комитете государственной безопасности, которое тоже вот с потенциальными питомцами Гарвардского проекта работало уже на этапе их нахождения у себя в стране, в Советском Союзе. Их активно привлекали для различной роды работы. Но, как потом выяснилось, многие из них оказались и питомцами и управы 5-го управления КГБ, и питомцами одновременно Гарвардского проекта. Руководители советских спецслужб были прекрасно осведомлены об одной из самых парадоксальных методик Гарвардского проекта. Идеальным объектом идеологической перекодировки предполагалось сделать активных членов коммунистической партии среднего звена. Эти люди специально, точечно отбирались. Они приглашались на различные конференции, туристические поездки, где с ними работали, разговаривали на различные идейно-политические темы, где они соглашались, убеждались, для этого создавались условия, для того, чтобы они были убежденными. И возвращались оттуда, облетев, образно говоря, словами Бориса Николаевича Ельцина, статую свободы уже другими людьми. В январе 1968 года, в день празднования Нового года, в столице Южного Вьетнама, Сайгоне, было атаковано американское посольство. Городское радио распространило призыв вставать на борьбу с американскими оккупантами. В эти непростые дни в Сайгоне появились специалисты Крэнд Корпорейшн. Вскоре важнейшие американские боевые операции стали планироваться на те дни, которые были неблагоприятными по вьетнамским народным поверьям. По ночам в сторону вьетнамских позиций через громкоговорители транслировались вопли ужаса, погребальная музыка, вой диких зверей. Массированные вертолетные атаки часто сопровождались громким исполнением воинственных мелодий Багнера и Бетховена. Ну все, труби, полетели. Сейчас как раз солнце войдет. Скоро включим музыку. 18 августа 1968 года руководитель СССР Леонид Брежнев позвонил президенту США Линдону Джонсону. Его интересовало, признает ли и сегодня американское правительство соглашение, подписанное в Ялте и Потсдаме в полном объеме. Джонсон ответил утвердительно. В тот же день в штаб советских войск в Германии был вызван политработник Леонид Шершнев. Когда выяснил, что полковник случайно успел прочесть одну книгу на тему спецпропаганды, ему было приказано немедленно приступить к освоению этого искусства. Ну, собственно говоря, меня после этого взяли вот эту спецпропаганду, вот эту, так сказать, новую для меня совершенно сферу. До этого я даже не знал это учтите, что я прошел, ну, я же учился, вот, в училище и никогда даже не слышал. Три дня спустя в составе группировки войск пяти стран-участниц Варшавского договора Леонид Шершнев был отправлен в Чехословакию. Боевая задача была малопонятной. Недопущение контрреволюционного мятежа в братской стране. В первый же день на улицах Праги началась стрельба. Погибло около ста человек. Но наращивание военного противостояния не входило в планы советского руководства. И военным было настоятельно рекомендовано искать способы избегать кровоправления. Открывает Чех кабину автомобиля. И солдату говорит, ты оккупант, ты зачем сюда пришел? А тот в это время ест, так сказать, кусок хлеба, там, скажем, с салом. И ему говорит, а ты контра. Такую твою, розет такую. И все, и вот они объяснились. Проходили дни, но серьезных столкновений не было. Секретом относительно спокойного окончания Чехословацкого кризиса Леонид Шершнев в первую очередь считает терпение советских солдат. Через несколько лет Леонид Шершнев возглавил отдел спецпропаганды Среднеазиатского военного округа. Он был убежден в том, что с помощью информационных технологий можно не только выиграть, но и предотвратить войну. Совершенно секретно. 24 января 1977 года. Москва, Кремль, Политбюро ЦК КПСС. ЦРУ разработала программы индивидуальной подготовки агентов влияния, предусматривающие приобретение ими навыков шпионской деятельности, а также их концентрированную политическую и идеологическую обработку. Руководство американской разведки планирует, не считаясь затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам занять административные и партийные должности в Советском Союзе. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов. В 1977 году Леонид Шершнев представил в Генеральный штаб аналитический доклад о положении в Иране, вызвавший у руководства недоумение. Поводом к его исследованию послужило сообщение разведки о том, что радикальный исламист Аятолла Хомини закупил в Париже миллион аудиокассет для записи своих проповедей. Шершнев сделал вывод, что в ближайшие два года в Иране следует ожидать революцию, под радикальными исламскими лозунгами. Недоумение армейского руководства было понятно. Иран был процветающей страной, возглавляемой проамерикански настроенным шахом Мухаммадом Резапи Хлеви. В его подчинении находилась лучшая армия региона. Тем не менее, два года спустя, 16 января 1979 года, эта армия отказалась стрелять по демонстрантам, а шах был вынужден бежать из страны. И вот мы видели, как эта армия очень быстро разложилась. Как эта армия не стала, вот направили танки, скажем, на толпу. Нашлось там несколько человек, там были группы созданы, среди них, как мы потом исследовали, элементарно с молотовым коктейлем, мы подожгли несколько танков, и дальше танки не пошли. И вот это все очень быстро разлагалось, и шах ушел. И шаха не стало. Когда Шершнева вызвали к армейскому руководству для выражения благодарности за хорошо проделанную работу, герой дня явился на встречу с толстой папкой документов. В ней был подробный перечень информационных мероприятий в случае ввода советских войск в Афганистан. Я когда принес ее на доклад, то место благодарности я услышал упрек. Никому не показывать, откуда у вас такие мысли, что мы будем входить в Афганистан и так далее, и так далее. Вы понимаете? Десять месяцев спустя колонны советской бронетехники пересекали советско-афганскую границу. Передовые части были укомплектованы выходцами из мусульманских республик СССР. Каждому бойцу вручалась книжка-памятка о том, как правильно вести себя в Афганистане за подписью полковника Шершнева. Болдаты дружественных армий. Их часто можно видеть рядом. И в минуты отдыха, и в бою, и в день добровольного труда, хашара, как его здесь называют. Мы побывали на одном из таких дней, когда воины участвовали в строительстве новых корпусов детского дома Ватан, родина. Ибо советский воин не только защитник, но и созидатель. 21 января 1981 года сороковым президентом США стал бывший голливудский актер Рональд Рейнгер. У команды нового президента была своя стратегия достижения военного превосходства над Советским Союзом. Автором новой концепции был гарвардский историк Ричард Пайпс. Информационное противоборство сверхдержав, по его мысли, должно переместиться в поле противостояния символов. Если навязать противнику свои символические стереотипы, то его действия будут запрограммированы логикой этих стереотипов. Выступая в британском парламенте, Рейган призвал к новому крестовому походу против коммунизма, а Советский Союз был объявлен империей зла. У героев голливудских фильмов стали появляться новые враги. Время Если показывали нашего солдата, то обязательно с большой каской, значит, обязательно там какие-то клыки у него, это враг показывали, то есть задача американца побить плохую борьбу со злом. В последних числах мая 1983 года группа выдающихся советских ученых была вызвана в Кремль. Им предстояло обсуждать вместе с Политбюро новые звездные войны. Так уже на следующий день стали называть стратегическую оборонную инициативу Рональда Рейгана. По словам американского президента, уже через несколько лет в космосе должны быть развернуты боевые лазерные установки для поражения баллистических ракет. Выдающиеся ученые пытались убедить советских руководителей, что технически идея Рейгана невозможна, а значит, звездные войны объявлены с другими целями. Была создана в свое время комиссия такая и в Академии наук ее возглавил тогда по поручению Устинова-Велихов. Вот я и Бункин выступали одновременно с таким заявлением вот то, что я сейчас вам говорю. Ну, тем не менее, тогда к нам не прислушались. Напуганной информацией об атмосферном нырке шаттла члены Политбюро имели иное мнение на этот счет. И вскоре тысячи советских предприятий заработали над созданием космического бомбардировщика «Буран» и боевой лазерной станции «Скиф-Т». Телевизионное выступление бывшего голливудского актера Рональда Рейгана обернулось многомиллиардными тратами для советской экономики. Сегодня «Звездные войны» называют самые успешные информационные операции США времен Холодной войны. И все наши расчеты показали, что для массового запуска можно отдельную ракету это одно дело. А когда речь идет о массовом запуске ракеты, а именно об этом шла речь между Советским Союзом и Америкой, что это полная иллюзия. В 80-е годы в американской армии появились подразделения информационной борьбы, а советология превратилась в науку. Более двух тысяч фабрик мыслей с миллионными бюджетами работали над созданием информационных боезарядов. В ЦРУ разными способами участвовало в издании на русском языке более полутора тысяч книг. Радиостанции по-прежнему восполняли информационный голод советских граждан. Одно из традиционных субботних радиообращений президента Рейгана в 1984 году чуть не спровоцировало массовую панику в Америке. Пробуя микрофон, президент сверхдержавы вместо обычных раз-два-три сказал дорогие соотечественники рад сообщить вам, что подписан закон, которым Россия объявляется вне закона. Бомбардировка начнется через пять минут. Но Рейган мог себе позволить такие экстравагантные выходки. Информационная война с Советским Союзом велась по его правилам. Уже потому, что с другой стороны продолжались малопонятные призывы к победе мирового коммунизма. Передним краем новой информационной войны стал Афганистан. Неприкрытая поддержка американцами муджахедов была не только военной и финансовой. Со стороны Пакистана только на русском языке работали 15 радиостанций. На территории советских воинских частей подбрасывались фальшивые газеты «Красная звезда» с порнографическими фотографиями внутри. Руководство советского военного контингента столкнулось в Афганистане с совершенной неэффективностью традиционных тогда методов пропаганды. Спецпропагандисты готовились по личным методикам Шершнева в боевых условиях. Усилиями его группы в информационную работу стали внедряться необычные технологии. Один из таких приемов сегодня принято называть технологией слухов. И лучшим средством массового распространения слухов в Афганистане стали городские базары. Уходя с этих базаров можно получить массу информации с разным направлением. В том числе информацию чистого разведывательного характера, по которой можно было принимать меры на упреждение какой-то акции, засады, нападение на нашу колонну или проведение какой-то провокации. Ну и естественно для нас это стало очень серьезным полем для распространения своей информации. В начале 1988 года ставший генералом Леонид Шершнев предоставил ЦК КПСС секретный доклад, из которого следовало, что пропагандистские приемы новой советской политики можно охарактеризовать как информационные вирусы, деструктивно действующие на массовое сознание. По мысли Шершнева, уже в ближайшие годы можно было ожидать кровавых межнациональных конфликтов на территории СССР. Он утверждал, что готов создать информационные спецподразделения для предотвращения этих конфликтов. Оттуда записку прислали начальнику главного политического управления. Тот меня пригласил. О каком вы поражении говорите? У нас миллион коммунистов в армии, у нас пять миллионов в армии, у нас самое сильное КГБ, а вы говорите о поражении. Будем с вами расставаться. Вот зачем вы писали в ЦК записку. Вот так и закончилась моя карьера. Советские люди в те дни жили в пространстве новых символов перестройка, ускорение, гласность. Но гласность для многих выглядела как глумление над идеалами их молодости. Неготовые к перестройке руководители подтолкнули экономику к развалу. Резко выросли цены. В это время в страну стали приходить первые многомиллионные инвестиции в рамках многочисленных проектов с целью содействия демократизации. Судьба большинства из этих инвестиций до сих пор неизвестна. Но можно предположить, что некоторые их адресаты не имели благородных целей. Мы всегда ищем врага где-то на стороне. А враг внутри нас. Здесь враг внутренний сильнее, чем какой-либо внешний. Конечно, эти воздействия Запада, они и тогда были, они и сейчас продолжаются. И вот эта угроза, она имеет как бы внешний источник, но реализуется нами самими, на нашей земле. Противники по холодной войне в одночасье стали союзниками в борьбе за демократию. Но каждая из стран по-прежнему должна была отстаивать свои геополитические интересы. Тем не менее, по договоренности с западными лидерами сокращались в основном советские войска и уничтожалось советское оружие. А в советских республиках разгорались кровавые конфликты, инициаторами которых нередко становились недавние партийные функционеры. Наша бюрократия, наш элитарный слой, наш партийный аппарат верхние слои, они уже давно были оторвавшиеся от духовно-нравственной традиции, и вполне естественно был естественный переход на сторону конкурента. Поэтому говорить о каком-то предательстве в одночасье ради спасения своей жизни, то есть какой-то совершенно негативный поступок, наверное, здесь так говорить нельзя. 2 августа 1990 года иракские войска перешли границу с Кувейтом и в тот же день захватили его столицу. К ноябрю прекратились все дипломатические попытки решения этого конфликта. Президент США Джордж Буш Старший заявил, что ближайшие 10 месяцев Ирак может изготовить ядерный боезаряд. Мировое сообщество посчитало необходимым встать на защиту Кувейта. В открытой печати США начался шквал противоречивых и преувеличенных сведениях о количестве войск и сроках начала военной операции. Телевидение и газеты подробно описывали учения по подготовке морского десантирования на побережье Кувейта. В Ираке они осуществляли массовый заброс радиоприемников которые работали на определенной частоте и не более портативных телевизоров тоже по которым которые были устроены только на определенную программу и это телевидение радиовещание велось круглосуточно. Вопреки ожиданиям наступательная операция буря в пустыне началась на суше. Впервые мир видел войну как телевизионное шоу в прямом эфире. Время бомбежек точно приходилось на время выхода новостей в США. Журналисты в прямом эфире комментировали потрясающую точность крылатых ракет «Тамаган». Каждый день на экране появлялись все новые образцы сгоревшей советской техники которой были вооружены иракские войска. Но когда война закончилась где эти оказались сотни тысяч танков? Где десятки тысяч пленных? Если бы это было сотни тысяч танков наверное они бы сделали большую гору магнит из этих танков и этот памятник наверное остался бы на века возможно. Не было этого. буря в пустыне в средствах массовой информации была преподнесена как триумф американской военной машины. Виртуальная победа стала открытой заявкой на новую геополитическую роль США. Тогда мировая пресса заговорила об информационном оружии как о реальности. И именно телевидение было признано самым эффективным средством ведения информационных войн. В 1992 году директивой Министерства обороны США информационное оружие официально стало компонентом военной стратегии. За год до этого Советский Союз прекратил свое существование. В новой стране России об информационном оружии всерьез заговорили лишь четыре года спустя. Вспомните в те времена картинки на экране. Чеченец с бородой с окладистой с оружием благородный гордый порядочный честный отважный что зачастую действительно может быть так. И тут же картинки нашего сопливого солдата в грязном белье не кормленного голодного не бритого. Значит одним сигнал сдавайтесь вы такие сегодня другим сигнал поднимайтесь если воюйте вы такие. Невнимание армейского руководства к идеологической подготовке участников боевых действий могло привести к полному разложению в армии. Осенью 1995 года в одной из американских газет появился текст шокирующих заявлений президента США на закрытом заседании комитета начальников штабов. для служебного пользования 25 октября 1995 года Вашингтон Министерство обороны США Мы добились того что собирался сделать президент Трумен Советским Союзом посредством атомной бомбы правда с одним существенным отличием мы получили сырьевой предат а не разрушенное атомом государства которое было бы нелегко создавать Из речи президента США Билла Клинтона на закрытом совещании объединенного комитета начальников штабов В 1997 году по инициативе агентства национальной безопасности США проводились необычные военные учения решено было проверить возможности использования военных целях новой информационной технологии компьютерной сети интернет для эксперимента отобрали 10 высококлассных компьютерных специалистов их изолировали от внешнего мира на несколько дней и предложили найти способ создать модель угрозы безопасности США была поставлена задача что они смогут сделать с энергосистемой страны смогут ли они каким образом нарушить ее работу что оказалось в результате семидневной работы специалисты подразделения вышли на главный диспетчерский пункт восточной части страны и показали что еще один черчок по клавиатуре и система управления оказывается выключена без подачи электроэнергии оказывается половина территории Соединенных Штатов В эти дни стало очевидно что информационное противоборство навсегда перестало быть только битвой идей технологическая составляющая информационного оружия оказалась не менее значимой 27 июня 2002 года Федеральный суд США вынес окончательный вердикт в отношении руководителей так называемого Гарвардского проекта содействия демократии в России Андрея Шлейфера и Джонатана Хея обвиняемые должны были вернуть в казну США 34 миллиона долларов исчезнувших на пути в России в качестве соучастников назывались известные российские политики в то же время в российском правительстве шло обсуждение доктрины информационной безопасности России такая доктрина есть можно ее критиковать она в значительной степени сыровата но по крайней мере это как бы основополагающий такой базовый нормативно правовой документ на базе которого нужно строить организовывать противодействие угрозам в этой сфере в информационной сфере бурное развитие телекоммуникационных систем в последние десятилетия перевернуло наше представление о мире сегодняшнее состояние человеческой цивилизации все чаще обозначают как информационное общество в самом ближайшем будущем вживление электронных носителей информации в тело человека станет реальностью а значит станет реальностью новый тип ведения информационной войны искусство войны основано на клевете и обмане утверждал древнекитайский философ Суньзи но сегодня искусство клеветы и обмана востребовано для продолжения войны другими средствами кстати закон конгресса США расчленений нашей страны не отменен до сих пор в соответствии с ним конгрессмены должны позаботиться о том чтобы на месте нынешней России возникли еще 8 новых государств а значит история информационных войн не закончена и от каждого из нас по-прежнему зависит исход этого противостояния субтитры и отец Продолжение следует...